приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас уже 5 июля 2023 картинка поменялась я вам ее еще не показывала вот такие зайчишки бежать друг за другом у нас наступило настоящее лето жара вот тут маруська примостилась дома русичка вот и я тороплюсь опять рыть землю пока после обильных дождей земелька но сырая и мне более менее легко это делать я рою землю рую землю под плиточку уже во дворе у нас двор делится на зону отдыха и на двор скажем так все это конечно же двор но на две зоны делится хотя может быть везде будет зона отдыха моня тебе жарко кондиционер здесь включаю да жарко все окна в доме закрыты вот такими шторами жалюзями blackout чтобы ну как-то сохранялась прохлада и не было так жарко ну и давайте пройдем на улицу вот такое здесь происходит что такое ругаетесь пулечка я тебя кормила в 4 утра вставала ты у меня запросила да я тебе немножко попозже дам ладно вот в этом видео друзья вставлю кусочек новостей про тимофея ему уже лучше воскресенье я ему делала у кольчик 3 еще два останется вот следующий пятницу через два дня он поправляется но еще чухается здесь нужно быть теперь очень осторожной при выходе здесь у нас уже вот такая яма сейчас я как-то ох выйду спасибо тебе вот эта дверь которая служила нам помостом сначала в сарай чтобы не по грязюке ходить служит помостом при выходе при входе и выходе в дом посмотрите какой объем работы я проделала куда я уже дошла и смотрите что я откопала вот опять у меня вопросы к тем кто проводил это водяная труба ну во-первых она вся ржавая ее надо покрывать чем-то битумом скорее всего битумной мастикой я ее покрою вы посмотрите на каком уровне от земли там даже 10 сантиметров нет она зарыта я вообще не представляю как у нас не замерзает вода зимой но так конечно никто не делает углублять нужно больше в грунт минимум на 50 сантиметров но никак не на 9 сантиметров я вот просто удивляюсь у меня все больше и больше я в этом убеждаюсь что дом все-таки делался именно для продажи они для проживания я уже второй год этот дом отрываю и все никак не отрою но ничего уже очень много проделано работы теперь покажу ракурс вот отсюда вы видите на какую глубину вот это был грунт здесь сантиметров 30 и я вот это все за вчера выняла вот отсюда где-то вот отсюда я все выняла этот грунт вывезла и вот уже здесь вот так сегодня приезжает лёшек завтра мы будем утрамбовывать нашу зону отдыха я кстати вам с этого ракурса и и не показывала и для меня хорошая новость я нашла щебень на но на значительно на треть дешевле этот завод находится буквально в шаговой доступности от меня на энгельсон я просто вообще не понимаю почему когда я заказывала щебень 15000 друзья 10 тонн я заплатила мне кажется ребята купили его вот здесь 100 метров от меня а сказали что везут мне из липецка типа далеко дорога то все 15000 за 10 тонн ну ладно это на вашей совести нажились немножко все она возвращается вчера позвонила на этот завод тысячи рублей тона но песок почему-то здесь дороже а у тех ребят я купила дешевле так что ладно прощается песок по 850 рублей тона речной и 700 рублей ну какой-то другой который не комкуется который вот рассыпчатый я все же склоняюсь более дорогому но может быть песка нам хватит от той машины которую моего для отмостки заказывали щебень у меня ну еще немножко осталось ну вот практически ну может быть вот этот уголок и еще засыплю и все а то может быть даже и угол не хватит засыпать вот этот поэтому заказывать все равно надо и причем там можно заказать сколько тебе нужно не вот так вот 10 там 12 тонн как они говорят на меньше не возим ну не выгодно меньше просто понятное дело они из каждой тонны они же тоже его покупают ну естественно мзду берут себе вот а здесь можно заказать от тонны и то на тысячу рублей вместе с доставкой вот и скорее всего мы закажем тонн 5 нам 10 уже не надо пока что чтобы вот здесь все это засыпать и уложить плиточкой вот эта зона здесь тоже я хочу плиточку вот до той границы ну до ванны короче но здесь такой слой земли я боюсь что я сейчас это не осилю все-таки земельные работы тяжелые теперь посмотрите сколько металла я накопала и вы знаете я теперь уж точно убеждена что двор зарывали и фундамент закапывали двор зарывали когда строили вот эту пристройку шла выемка грунта и под фундамент и под пол и чтобы не вывозить его его просто здесь всыпали потому что я нахожу вот такие вещи посмотрите здесь и крышки и вот такая где она куда она а вон она вот эта заслонка от печи здесь всякие трубы я выкапываю тапки всю тубу и друзья я вот здесь оставила элемент вот это вот была обувь кожаная обувь еще где-то был элемент вот видите даже с заклепками было вот у меня такое впечатление что хозяева у них обувь была видимо одноразовой то есть они разувались бросали ее на улице и обували новую я столько откопала пар обуви подошв каблуков здесь вы их не видите я их ну просто выкинула уже закопала там где я куда я вывозила землю вот и это все вот этот весь хлам валялся по двору и его просто потом закапывать вот такие металлические штыри вот это это тоже походу от печи какая-то штука даже откопала серп серп и молодо представляете вот я не знаю почему вот этот хлам не убрали ведь металл можно сдать я даже подумывая может не вот под собрать это все да по сдавать а еще откопала вот такой золотник вот видите это в печке он неподъемный и как тяжело друзья когда вот такие вещи попадаются в земле как же тяжело их отрыть почему нельзя было вот это вот собрать я не понимаю битая посуда столько стекла вот это вообще опасно если наступишь ногой можно хорошо обрезаться чашки какие-то черепки полиэтилен тряпки какие-то это все валялось по двору и это все закапывалось вот такую рессору выкопала представляет я ее даже сейчас поднять не могу как я ее выкопала я не знаю ну что самое ценное я выкопала это сейчас пройдем сюда как раз еще раз вам покажу объем проделанной работы чтобы вы понимали сколько я здесь все сделала без лёшика вот но самое ценное я выкопала утюг видите правда без ручки весь ржавый но это замечательный груз для допустим на каких-то солений его брус сеть в огонь будем жарить шашлыки чтобы это все обгорело потом можно просто его покрасить класть полиэтиленовый пакет или какой-то мешочек холчевый может быть пошью и будет гнет для каких-то солений смотрите как пошел галехоз вот так что сегодня мне предстоит дальше откатываться теперь помните здесь стояла вот эта дверь помост видите как я все выровняю здесь по идее у бабушки был ровный дворик но когда делали пристройку повторюсь здесь зарыли все зарыли как вы помните цоколь фундамент дома да все зарыли полностью двор зарыли сыпая землю ну а теперь я отрываю это все вот вам и покупка частного дома говорят надо смотреть надо все просматривать друзья вы не сможете все просмотреть все равно какие-то сюрпризы будут какие-то косяки будут вы мне там пишите что посмотрели дома в нашем городе дом который ничего из себя не представляет стоит три с половиной миллиона до дома у нас очень очень подорожали мы еще успели двадцать первом году так сказать урвать мы по нормальной цене купили дом да здесь много работы но этой работы в любом доме будет много в любом доме повторюсь вот я думаю что причиной изначально послужил к вид 19 люди побежали из городов куда-то в деревне в провинции и сейчас я думаю что причина с его очень много украинцев украинцев спор идет опять же в украине на украине украинцы украинцы ой да смешного очень много я вижу в комментариях не в моих комментариях ну других блогеров я смотрю вот с деревенской темой с темой переезда очень много людей с украины пишут спрашивают про дома и переезжают к нам в россию вот так что я рада что так сложились наши обстоятельства и что мы купили более менее нормальный дом я считаю что за эту цену более менее нормальный дом но мы уже сюда вложили очень много друзья очень много я думаю что наверно уже столько сколько мы его купили вот так теперь что теперь вот видите у меня здесь уже вот бугорок образовывается здесь будет скорее всего другой уровень я не могу сейчас углубиться но нет смысла углубляться потому что труба то вот это должна быть зарыта она же не должна быть наружу зимой иначе замерзнет вода поэтому здесь будет скорее всего ну вот так как было сейчас я хотела выровнять но не получится выровнять такой пока ты будет здесь здесь очень хороший покат вниз но ничего ладно это не беда зато я выровняла вот здесь вот здесь все ровненько кстати здесь у нас будет крылечко и может быть когда вот здесь будет крыльцо вот этого пока то вообще не будет но он будет отвлекающий момент это крыльцо до его не будет так слишком заметно но выровнять в ноль я двор не могу ну ничего теперь вот здесь вот мы же еще не делали не вскрывали вот здесь вот этот цоколь а там такое же то же самое что и вот видите вот все вот это вот вот здесь тоже взяли и зарыли отмостку ой отмостку цоколь этого дома причем здесь почему-то вот цоколь заканчивается видите вот и половина цоколя я думаю скорее всего в земле здесь тоже все будем вскрывать но здесь сложнее здесь нужно будет убирать две вот эти вот ламели этого сайдинга и опять все отбивать штукатуре цоколь делать здесь хорошую подушку также закрывать пеноплексом я думаю почему у меня осталась коробка пеноплекса да я же рассчитывала на эту стену потом поняла все хорошо и рассчитала так что пеноплекса не останется ну ладно дальше я вам там сделаю нарезку из видео которое я снимала ранее как и здесь все засыпала повеселитесь все будет в ускоре темпе показу 1 1 огурчики которые уже пошли так что не переключайтесь и дальше пойдет можно сказать архивное видео я вам желаю приятного просмотра но и не прощаюсь с вами надолго а 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 Продолжение следует... 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 вот дошла я весь щебень на улице убран хватило , забетонировать засыпать вот этот квадрат я продолжаю здесь вот геотекстиль постелен и буду двигаться вот до этой точки здесь засыпала песком шли дожди и все вот это здесь вода стояла короче пришлось высыпать песок ладно я боюсь у меня там сгорит бекон а сейчас мы с вами пройдем и я вместе с вами сорву первый огурец наконец-то он вырос вот он и красавчик это мой красавчик кто здесь не один второй огурчик позже еще здесь обалдеть ну как ты там застрял надо же застрял между я подвязывала огурцы и он застрял ладно потом аккуратненько вот здесь вот нужно его прям как-то вытащить чтобы не дороже вот освободила я тебя там еще друзья обалдеть просто обалдеть а эти то я не видела этот вообще вы смотрите какой грамотный сколько огурцов я собрал да я вас все не донесу друзья короче надо срочно заниматься заниматься этой отсыпкой потому что дальше пойдут дела огуречные смотрите какая красота все делала по уровню вот и я предлагаю вам конечно же посмотреть как все это было я вам все все покажу во второй части ролика ай чуть не сгорела вот такой бекон купила по 114 рублей вот эту упаковочку не знаю сколько там грамм мы очень аппетитно выглядел я люблю такой поджаренный лучок в общем сейчас я устрою танец живота вот добавила немножко специи которые покупала на зоне на скорую руку готовить сейчас некогда до 4 часов я возила да кстати вот это масло домашние покупаю валеры который возит на молоко это что-то и суп на нем вкусные и она не очень пахнет но все равно пахнет но вкус совершенно другой вот эта бутылочка 250 рублей полтора литра я считаю что для домашнего масла это очень-очень хорошо лёшек себе взял в москву такую бутылочку и я еще одну купила про запас вот такой у меня сегодня нехитрый но вкусный ужин уже попробовала свой огурчик вот этот толстячок который я прозевала но посмотрите он вот весь внутри плотненький сладенький вкусненький не сравнить с магазинным вообще никак а здесь у меня на десерт клубничка это вчера я делала коктейль осталось вот может быть коктейль сделаем весь орешки да и я пью сейчас вот такие таблетки гентарная кислота может быть они мне силу дают сейчас покушаю и выпью она безвредная эта таблетка но уж очень допинг дают короче всем приятного аппетита добрый день дорогие друзья ну что громаднейшая работа проделана два дня я здесь трудилась посмотрите какая красота вот такая красота вырисовывается зона отдыха уже просит садовую мебель заказала мы посоветовали с лёшиком я заказала шезлонг недорогой там нужно будет окрашивать его в общем заказала два шикарных стула и столик все это придет не так быстро как раз здесь будет лёшик и мы сможем на машине поехать собрать потому что вещи объемные это все тяжело и будем собирать конечно же вам это покажу не хватает зонтика сейчас выборе зонтика читаю отзывы и в общем не знаю какой выбрать много негативных отзывов и не дешевая зонти пока подождет у нас есть мангал у нас будет лежат два стула стол и мы вместе с вами отпразднуем вот эту нашу победу я считаю что это победа потому что мы много трудились и конечно же устали но делаем для себя смотрите какое голубое голубое небо уже хочется здесь сесть вечером зажечь ароматическую свечу покормить немножко комариков ну вы знаете они как-то сейчас не одолевают куда-то они пропали вот в начале мая в начале июня они были сейчас их очень очень мало и оторваться по полной в общем взять пледик посмотреть на звезды и отдохнуть в нашей зоне тимошка ну покажись ну ну привет сегодня третий укол у нас с тобой да еще два останется и все ты уже хорошо себя чувствуешь но надо пройти нам это да сейчас еще один укольчик и все хороший котик ты меня не боишься ты ко мне пришел дела ко мне пришел знал мурчит слышите друзья мурчит ну спасибо это твоя благодарность да мне ты такой ласковая оказывается мурчит ну уже хорошо уже уже у него здесь войну уже рубцы проходят тут у него прям один рубец был мурчит я не знаю друзья вы слышите благодарит я тоже очень рада очень рада да вот пролечимся и пойдешь на улицу гулять со всеми котами только больше не заражайся больше не подхватывай